На конференции, посвященной Году культуры, многие субъекты страны представляли непосредственно министры. Что волнует работников отрасли, как вообще она развивается и какие культурные проекты сейчас необходимы людям? По сути, решения, которые принимались на этой конференции, являются импульсом в дальнейшей работе. С подробностями Дмитрий Ковалев. Насколько уникальна чувашская культура и чем славится край ста тысяч песен гостям из других регионов, принимающая сторона не только рассказывала, но и показывала. В фойе зала Дома правительства развернулась выставка сувениров и картин. Мастера презентовали на ней оригинальные поделки из дерева и миниатюрные куклы в национальных костюмах. В год культуры народное творчество вышло на передовые рубежи. Но что интересует публику и какие проекты в регионах пользуются популярностью? Настало время подводить первые итоги. В отрасли, отмечают все, наметились серьезные перемены. А у самих культоработников появились возможности и финансы для воплощения самых креативных планов. Из консолидированного бюджета на сферу культуры направлено около полутора миллиарда рублей. Это почти на 12% больше, чем в прошлом году. И поступления из федерального бюджета в 2014 году ожидаются в объеме не менее 98 миллионов рублей. На уровне каждой деревни, каждого сельского поселения, муниципального района или города, микрорайона на территории городских округов проводятся десятки, сотни мероприятий. С одной единственной целью, чтобы зажигать наших жителей. Ветераны понимают исторические ценности, общечеловеческие ценности, общесемейные ценности. На конференции региональные министры делились опытом. В докладах чиновников самые необычные проекты. В Саранске прямо на улицах установили специальные кабинки, где можно запросто обменяться книгами. В Ашкирии по городам и селам путешествуют в импел года культуры. Районы, которые принимают этот символ, становятся культурными столицами республики. Фестивали народных танцев и песен, кинофорумы, масштабные выставки. В Поволжье культурная жизнь кипит, но регионы могут и должны быть полезны друг другу. Люди, которые в этом году будут активно работать и которые уже получают на сегодняшний день поддержку, они уже не смогут, я думаю, работать по-другому. И что самое интересное, население, жители нашей страны, они тоже приобщаются к культуре. Могу сказать на одном простом примере. Мы, когда впервые проводили концерт симфонической музыки на открытом воздухе, было порядка 10 тысяч зрителей. На этот раз уже было 20 тысяч зрителей, и наш природный амфитеатр, он уже не вмещал всех желающих. Но в год культуры думают не только о зрелищах. Ключевой задачей является поддержка работников отрасли. Их заработная плата постепенно повышается, создаются и условия для работы. Тенденция этого года – повсеместная реконструкция домов культуры на селе. В Государственной Думе в помощь культоработникам принимают и дорабатывают законы. Были приняты законы об исторических поселениях, которые освободили, как нам кажется, от излишней бюрократизации, получения разрешений на строительство и на хозяйственные работы. Сейчас активно включились в обсуждение, как нам кажется, глобального документа, который называется «Основа государственной культурной политики». Проект этого документа опубликован. Но участникам конференции было важно поговорить и о проблемах. Где-то не хватает инициатив, а где-то – креатива. Хотя в федеральном министерстве отличные оценки ставят всем регионам. Год культуры стартовал удачно везде. Главное, чтобы никто после не растерял этого задора. Поддержка отрасли продолжится. Для того, чтобы рост престиж работников профессии, для того, чтобы у людей было больше мотивации, и жизнь в них была лучше, конечно, важны и другие формы – жилье. Эту проблему жизнь с повестки дня не снимает. Что было сделано уже в год культуры, подробный отчет об этом сейчас готовят президенту страны в федеральном министерстве. Включат и предложения регионов, в том числе и участников этой конференции. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика.